Переместиться во времени теперь можно и в музее. С помощью специального приложения можно буквально за пару секунд увидеть, как выглядела картина до реставрации. Картины и правда словно оживают под прицелом смартфона. Как по взмаху волшебной палочки открывается огромное количество информации. Кроме того, что пользователь приложения может увидеть, как экспонат выглядел до реставрации, он может прочитать в статье, как именно он приобрел тот внешний вид, в котором пришел на реставрацию. Например, эта скульптура была найдена директором музея грибоедовых мелитов «Поленец для дров» около церкви. Нижегородский государственный художественный музей стал первым в России, где провели такую оцифровку. Следующий на очереди Третьяковская галерея и музей имени Пушкина. Министерство скульптуры решило, что почему бы не объединить все музеи под одним приложением, чтобы пользователь мог скачать его один раз. И посещая во время поездки в Москву, например, в музее, он мог воспользоваться этим одним-единственным приложением. Так возникла эта идея. Пока в Нижегородском художественном музее такая живая выставка только одна. И то на разработку приложения ушло шесть месяцев. До 20 мая нижегородцы смогут изучить эту экспозицию и в буквальном смысле прикоснуться к искусству.